18 марта 2021 года в Национальной Академии Наук Армении состоялся круглый стол, посвященный столетию со дня подписания Московского договора между РСФСР и представителями Турции от 16 марта 1921 года. В мероприятии, организованном Армянским государственным педагогическим университетом и Институтом Истории Национальной Академии Наук Армении приняли участие известные историки, политологи, правоведы, эксперты из Армении и России. О роли и значении итогов Московского договора высказался сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ММО Российской Академии Наук, главный научный сотрудник, доктор исторических наук Александр Крылов. По его словам, в Армении сложилась точка зрения о том, что московский договор был направлен против армян и был сговором за их спиной, сговором Ленина и Ататюрка. Это даже не столько точка зрения историков, а сколько точка зрения одной политической силы партии Дашнак Цутьен, которая в свое время была у власти Армении во времена Первой Республики, заявил Крылов. До сих пор распространена точка зрения Дашнаков, которые оправдывали свою политику после распада Российской империи и которые максимально идеализировали образ Первой Республики. Во всем обвиняют в Советскую Россию, коммунистов и так далее. Здесь, к сожалению, мы видим, что в Армении постсоветская эта точка зрения продолжает оставаться доминирующей и, можно сказать, господствующей исторической версией тех событий, которые происходили в 1920-21 годах на Кавказе. Нельзя сказать, что какие-то радикальные силы используют эту точку зрения в своих политических целях. Просто это национальная версия истории, которая есть у каждого государства на Южном Кавказе. Это официальная версия и идеология, которая преподается в школах и в университетах, отметил историк. Как сказал эксперт, и у Грузии свои истории и у Армении, и у Азербайджана, и написаны они уже после распада Советского Союза. Там многое не состыковывается с реалиями и направлено на то, чтобы доказать, что национальное государство является такой священной коровой. И ради этого многие исторические факты преподаются в виде далеком от реальной действительности. Если говорить о политических спекуляциях в современное время, то во многом эта идеология позволяет спекулировать на тех событиях, которые произошли в прошлом году. Также, например, трехстороннее соглашение, которое остановило войну в Нагорном Карабахе, преподносится некоторыми силами, направленными против России, как второй раздел Армении, России и Турции. А исторические события столетней давности используются как обоснование, отметил Крылов. В то время Россия не была мощной державой. У нее было очень сложное положение. Она решала задачи своего выживания. Турция тоже решала задачи своего выживания, учитывая, что часть ее территории была оккупирована тогда державами Антанты и фактически должна была быть разделена между победителями. Плюс гражданская война в России, страшное кровопролитие, сложная трагическая история для всех народов, населявших Российскую империю. Ее раскол привел к таким вот трагическим последствиям. Поэтому все надо видеть в комплексе, а не просто говорить о том, что был такой вот гнусный сговор Ленина с Кемалем за счет армян, которые пострадали. И далее делается вывод об исторической вине России. На фоне политической пропаганды раскручивается антироссийская тема. Но если мы хотим как-то понять ситуацию, надо, повторяюсь, все рассматривать в комплексе, не сбрасывая со счетов и ту роль, которую тогда сыграло армянское государство, тоже проявившее себя не лучшим образом. Отвечая на вопрос о донансации московского договора, эксперт говорит, что он не заключен на какой-то определенный период с истечением срока действия, если, конечно, стороны от него не отказываются. Не совсем понятно, как Россия может выступать инициатором отказа от договора, когда сейчас не ограничит ни Турция, а совсем другие государства, которые независимы уже 30 лет. С подобной инициативой могут выступить страны региона, либо Турция, которая сама может денонсировать московский договор, если захочет, пока она этого не делает. С другой стороны, Россия, если к ней обратятся Армения, Грузия или Азербайджан, потребовав от донансации, может рассматривать такой вариант. Однако возникает вопрос, к какой границе вернется Армения, какая граница справедлива с точки зрения наших армянских коллег. Мы на конференции услышали одну только версию, что справедливая граница – это граница Российской империи. Во время ее максимального расширения на Кавказе – это довольно большой кусок территории, которые сейчас принадлежат Турции. Есть и другая точка зрения, хотя она не прозвучала. Тем не менее, когда державы Антанты разделили Османскую империю, это Северский договор, там и Греции, и Армении отошли. Большие куски державы Антанты также получали территории и, как мы знаем, турецкие силы во главе с Ататюрком на это не согласились. Была война после этого, договор был денонсирован и был заключен новый договор о границах. В 1919 году по результатам этой войны Армения отказалась от выполнения условий того договора, в 1920 году заключив Александропольский договор, который фактически поставил Армению под власть Турции, за что в ответ получила обещание Турции помочь ей против России. Если возвращаться к Александропольскому договору, то это означает, что Армения опять разоружается, а Турция будет иметь возможность свободного перемещения турецкой армии по территории Армении. Это навряд ли будет ей выгодно крайне наивно думать, что если мы откажемся от московского договора, то получим территории. Это мираж, который далек от реальности. От московского договора выгоднее отказаться Турции, которая могла бы в этом случае претендовать на расширение своих границ, а не Армении, заключил эксперт.